Путь к профессии у Юлии Кабаргиной был тернистым. Поступить в медицинский вуз с первой попытки не удалось. Но Юлия не сдалась, пошла в колледж. Сейчас она учится на фельдшера. В отличие от своих одногруппников, она знает, чего хочет. У меня папа анестезиолог, поэтому детство у меня было в ординаторской. Я прекрасно понимаю, что такое реанимация. И поэтому пойду туда. Родители студентки Виолетты с медициной вовсе не связаны. Стать врачом – мечта детства. После девятого класса ушла на сестринское дело. Узкую специальность пока не выбрала, но привлекает общение с детьми, признается она. Очень важен подход к самим детям, потому что дети бывают разные и капризные, те, которые более послушные. Изначально дети боятся вообще людей в белых халатах. Прямо с самого детства какой-то страх у них имеется. Поэтому важно найти подход к ним. Приемное отделение, процедурный кабинет, пост медсестры. Маршрут экскурсии построен. Привлечь сегодняшних студентов, будущим специалистов к работе в стационаре и больнице. Задача первостепенная. Очень приятно было видеть заинтересованность медиков, работы по оказанию помощи детям. После окончания обучения мы их с радостью ждем в наш дружный коллектив Одинцовской больницы. Тем самым мы хотели бы привлечь молодых специалистов, медицинских сестер к именно педиатрическому отделению, потому что дети – это наше будущее. Мне кажется, что с ними я, например, себе не представляю терапевтическим врачом, потому что дети – это такое вдохновение, с ними легко работать, интересно. Экскурсоводы выбраны под стать. У Галины Князевой стаж работы более 40 лет. Привлекать будущих коллег решила с главного козыря – сотрудников. Кто, если не сами врачи, лучше всего расскажут о своей работе. Знания о своей профессии, скажем так, книжные. А вот когда они придут в стационар, в поликлинику, в лечебное учреждение и поймут, насколько важна их работа, насколько нужна их работа, вот тогда они загорятся. Тогда у них будет интерес больший. И надеюсь, что они все станут хорошими профессионалами. Даниил Горлов пока еще только осваивает азы профессии. Приехал в числе других студентов на экскурсию. Говорит, остался под большим впечатлением. Практику будет проходить именно здесь. Коллектив дружный, все так как-то мило, дружно объяснили все. Ну и атмосфера приятная. Как бы, я думаю, опыт хороший получил здесь. Сейчас в медицинских учреждениях Одинцова не хватает более 70 медиков узких направлений. Встречи со студентами как раз и проводят для того, чтобы в каждом окне, каждой больнице и поликлинике работал специалист. Карина Геряшева, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.